Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена. Аня. Я Тиме. Вы видите, у нас большой чемодан, ну такой относительно большой чемодан, и мы тепло одеты, и у нас такое походное настроение. Сразу вопрос, куда мы едем? А я вам сейчас не отвечу, я хочу немножко вас поинтриговать. Я вам буду показывать вещи, которые мы берем с собой, и вы попробуйте догадаться, куда мы едем. Можете писать в комментариях, угадали или нет. Так, ну, чемодан вы видите, там наши вещи, одежда, там ничего интересного нет. Сразу говорю, в чемодане продуктов нет. Там нет сыра, там нет турецких сладостей, нет таких подарков. Что у нас еще есть с собой? Зонтики. Держи. Комась. Вот. Сломбан. Сколько у нас их? У нас их пять. Значит, мы едем всей семьей. Мы едем все вместе. А зонтики берем, потому что в Анталии испортилась погода. У нас реально пошли дожди, и у нас стало холодно. Поэтому мы так тепло одеты. Ну как тепло? Вот в кофтах, действительно, еще нам шубы не надо здесь вообще. На зонтики мы берем с собой. Смотрим дальше. Ну, раз у нас пошли дожди, мы берем теплую одежду. Вот, ветровки берем, жилетки. Берем на всех. Раз мы их не одели, значит, мы поедем на машине. Это такая еще подсказочка. У меня еще здесь есть сумка. Купальники. Вот, да, уже Аня кричит. Мы берем купальники. И будем купаться. И куда же мы можем поехать осенью? Идет дождь. Холодно. Мы с зонтиками, чемоданом и купальниками. Есть идеи? А, еще. Я все еще вас поинтрибую. Подождите. Шампаска! Вот так. Такая театральная пауза. У меня будет день рождения. И мы поедем отмечать мой день рождения в отель. Но так как везде теперь холодно, далеко не уедешь, мы поедем в соседнюю Аланию. Отель Riviera and Spa. Находится отель этот практически в центре города, на пляже Клеопатра. Он 4 звезды. Честно скажу, 5-звездочных отелей в Алании, работающих сейчас, просто нет. А куда-то ехать вне города, тем более в такую погоду, не было смысла. На самом деле, мы планировали об этом заранее. Вот и поездку, мой день рождения, раз муж теперь дома. Мы наконец-то можем всей семьей отметить его в ноябре. Но погода вот испортилась. Хорошо, что снег не пошел, как сказала моя мама. Это точно. Действительно, я родилась, было холодно, был снег. Ну, а здесь у нас максимум может пойти дождь. Едем мы туда. Будем надеяться, что спа будет работать. У них на картинках везде. Везде есть, что бассейн присутствует. Ну, бассейн не может быть холодный. Крытый. И даже, и даже по сауну. Ну, там, что будет, то будет. А не будет, мы все равно весело проведем время всей семьей. Ну, шампанское, конечно, это не для них, а для меня с мужем. Я его привезла еще из Белоруссии с нашей поездки. Заранее спланировала, что я хочу его выпить на свой день рождения. Мы так алкоголь не пьем. Это чисто символически, просто вот за праздник. Я рада, что мы будем все вместе. Конечно, я сейчас скажу, что меня огорчило. Мы несколько изменили планы. Мы сократили на один день наше пребывание, потому что в Турции ввели ограничения. Они вступают в пятницу, 20 ноября, в 20 часов. То есть мы сейчас можем выехать спокойно. А после восьми вечера вступают все эти ограничения. То есть будут закрыты у нас все кафе, рестораны. Нельзя будет в них посидеть. Можно будет заказать только еду на вынос. Либо вам доставят куда-то надо. Еще много чего интересного, развлекательного тоже будет закрыто. Но самое главное, из-за чего мы сократили наш отдых, это ограничения для детей. Теперь, включительно по 31 декабря, детям можно выходить из дома с 13 до 16 часов. Ну и добавлю также, что лицам старше 65 лет, можно с 10 до 13. Если лица старше 65 лет работают и лица младше 20 лет тоже работают, они имеют справку о том, что они работают, или выписку из СГК, то они имеют право выходить в любое время, то есть не иметь таких ограничений. И еще, теперь по выходным, касательно всех взрослых, можно выходить на улицу с 10 утра до 20 часов, до 8 вечера. Ну, в принципе, для взрослых это не настолько сильное ограничение, но если у вас в семье есть дети, вы все равно останетесь дома. Либо вы только вдвоем с супругом можете куда-то отправиться, а дети самостоятельно будут вас дожидаться дома. По этой причине мы уедем раньше, для того, чтобы в законное время успеть вернуться в Анталию. Причина, конечно, не очень радостная, во-первых, и погода испортилась, во-вторых, вот испортили нам так отдых, ну, что делать, мы изменить ничего не можем, мы просто приспосабливаемся к этой жизни, какая есть, будем учиться дома потом, после того, как вернемся. У нас как раз и закончатся каникулы, и будет онлайн-учеба. Это о грустном, но мы едем отдыхать, пожелайте нам счастливой дороги, отличного отдыха. Ну, а про погоду. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Увидите, мы сейчас вам покажем кадры нашей дороги до Алании. Давайте, до встречи! Пока-пока! Пока! Теперь мы проезжаем Апсалар. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!